В эфире программа ДПС на ОТС. В студии работает Ксения Корзун. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. А начинаем выпуск с информации о резонансной аварии, которая произошла в татарском районе области. В лобовом столкновении двух грузовиков погибли два человека. По предварительной информации трагедию спровоцировал водитель Скании. Он следовал по трассе Р-254 в сторону Омска. Внезапно большегруз вылетел навстречу и протаранил МАН. В результате происшествия погибли водитель автомобиля Скании и пассажир автомобиля МАН, личность которого уточняется. Медицинская помощь понадобилась также водителю автомобиля МАН. На месте работает следственная оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства происшествия. На вид погибшему пассажиру было около 40 лет. Добавлю, что из-за аварии пришлось временно остановить потоки транспорта. Сейчас движение автомобилей в обе стороны восстановлено. Тем временем родственники участников другой смертельной аварии ищут очевидцев. Этот инцидент произошел вечером 23 августа в центре мегаполиса. В районе дома номер 14 по улице Красный проспект произошло столкновение трех транспортных средств. Мотоцикла Ямаха под управлением водителя 1998 года, мотоцикла Сузуки под управлением водителя 1994 года и автомобиля Хонда Одиссей под управлением водителя 1969 года рождения. Один из байкеров скончался на месте, второй не пострадал. Водитель легковушки травм также не получил. Все автолюбители были трезвыми. Если технические экспертизы подтвердят вину водителя Хонды, то ему грозит лишение прав и уголовное наказание. Если вы были свидетелем этой аварии или у вас остались записи с видеорегистратора, позвоните по номеру телефона, который указан на экране. Серьезная авария произошла накануне в Берске. Мать с 12-летней дочкой попали под колеса иномарки. Оба пешехода оказались в больнице. С 19 октября 2022 года в 7 часов утра водитель 1987 года рождения у дома номер 8 по улице Первомайская на территорию города Берска совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть в зоне нерегулируемого пешеходного перехода. В результате данного дорожно-транспортного происшествия женщина 1987 года рождения и девочка 2012 года рождения были доставлены в лечебное учреждение. Другое столкновение произошло у поворота на Эскитим. Там легковушка врезалась в грузовик. Один из очевидцев аварии снял видео с места происшествия и выложил ролик в сеть. Предлагаю посмотреть. Короче, этот с дровами выезжал с Эскитима, с третьего поворота. Я ему моргаю фарами, ну пропустил его. И все, короче, его пропускаю. А тут через двойную, сплошную, короче, вон мужик на Рено с ночи ехал. Как влупил ему. Этот с дровами перевернулся, а я между ними, короче, и прям пронесло вообще нормально. Марк боком, но Марк, слава богу, целый. По предварительным данным, водитель Рено уснул за рулем. Неуправляемая иномарка вылетела навстречу. На место оперативно выехали медики и полицейские. Информации о пострадавших пока не было. Кстати, региональные инспекторы усилили контроль за перевозчиками древесины. До конца месяца в области проходит рейд под названием «Лес». Основные задачи проверок – это пресечение преступлений, связанных с незаконной вырубкой и транспортировкой деревьев. Инспекторы будут останавливать легковушки и грузовики с древесиной, проверять документацию и контролировать соблюдение норм по перевозке подобных грузов. Места проведения рейдов не раскрывают. К другим темам. Пройти по пешеходному переходу невозможно. Проехать тоже затруднительно. Жители Октябрьского района Новосибирска пожаловались на неработающие ливневые канализации на улице Кирова. Это видео снято напротив дома номер 3-1. Местные рассказали, что из-за затопления дорог пешеходы теперь обходят этот участок стороной. Иначе рискуют промочить ноги либо угодить под брызги воды от машин. Автолюбители также стараются по возможности объезжать эту улицу. Особенно те, у кого автомобили с маленьким дорожным просветом. Причина потопа – нефункционирующая ливневая канализация. Решетки слива на дороге есть. Однако из-за неправильной установки и загрязнения они перестали пропускать воду. По словам горожан, такая ситуация продолжается уже в течение месяца. А сейчас новость из соседнего региона. В Красноярском крае автомобилистов впервые в стране изъяли машину в пользу государства. Причиной конфискации стало повторное вождение в нетрезвом состоянии. Летом этого года 26-летний водитель попался полицейским, когда разъезжал по городу. Правда, сразу останавливаться он не захотел и спровоцировал погоню. Но долго соревноваться с инспекторами у пилота ВАЗа не получилось. Во время проверки документов выяснилось, что парень уже лишен прав за вождение в пьяном состоянии. И в этот раз он снова под шофе. Какие цветы? 0, 0, 0, 1. Какие цифры? 1, 0, 9. 1, 0, 9. Показание прибора. Состояние алкогольного пьяни установлено. С показанием прибора согласны? Да. Спустя пару месяцев суд приговорил автолюбителя к обязательным работам, а машину конфисковали. Такая норма законодательства в Красноярском крае была реализована впервые. Но уже в скором времени подобные наказания ожидают пьяниц-рецидивистов из других регионов. И в завершении программы рубрика «Две беды» – это подборка столкновений, которые попали в объективы регистраторов. Будьте внимательны на дороге и учитесь на чужих ошибках. Продолжение следует... И на этом выпуск ДПС на ОТС подошел к концу. Ждем ваши истории и видеозаписи на почту редакции. В студии работала Ксения Корзун. Соблюдайте ПДД и берегите себя. До встречи в эфире. Продолжение следует...